Привет, это снова я. Узнали? Я в прошлый раз не сказала своего приветствия, потому что я старею. У меня этот... забыл, как называется. Мне недавно стукнуло 38 годиков. Можете меня поздравить с прошедшим днём рождения. И так получилось, что случилась, значит, какая-то совершенно неожиданная вещь. Мне написали какие-то люди и говорят, а мы хотим вам прислать, значит, на обзор посылочку. Я такая, ну, присылайте, чё? Почему бы и нет? Они даже спросили, сколько это будет стоить. Я сказала, что 0 рублей, 0 копеек. Я не продаюсь. И они мне прислали, и вот она у меня. И я специально сразу делаю большую-большую вывеску, что я старалась не интересоваться этим брендом вообще, но какие-то крупицы я подхватила, чтобы не очаровываться. Я не знаю, как он правильно произносится. Я не знаю, кто его делает. То есть я просто зашла на сайт, посмотрела, что есть сайт. Я нашла телегу, посмотрела, что есть телега. То есть какие-то там плюс-минус информацию такую, знаете, чтобы вот мимо шла, увидела, купила, да, посмотрела. А если я очаруюсь, я не смогу не сказать ничего, в общем, по сути, если мне не понравится, я такая, ну, пи-пи-пи-пи. Поэтому любить я вас буду потом. Итак, то, что я буду сейчас обозревать, называется ном-камо или ном-камо, ном-камо. Я отошла к ним на сайт и узнала, что это имена, то есть это как-то складывается из их имен. Я не знаю, кто там. Никита, Олег, Михаил, Карина, Анна, Мария и... Ещё один Олег. Невозможно так. Ну, в общем, пока что, в общем, я получила коробку. Зашла домой и, естественно, Анфиса ей очень заинтересовалась и выпотрошила её, так что не могу вам, к сожалению, показать. Там была большая коробка, я её открыла, и она была полна вот этими вот кукурузинками несъедобными, я не знаю, как это правильно называется, я вам сейчас их покажу. Там была вот такая вот открыточка, совершенно очаровательная, на которой написано «Ваш заказ сделал наш день». Сделано вручную и с любовью малыми партиями. Очаровательно. И ещё здесь написано «С любовью ном-камо». Опять же, извините за ударение. Мы будем благодарны за ваш отзыв в соцсетях с отметкой нашего аккаунта «Собачка ном-камо». Вот. Дарья, тыры-пыры. Класс. И то, что я увидела потом, очаровало меня ещё больше. Поэтому я изначально, да, не знакома с брендом, но я правда очарована. Смотрите, что мне пришло. Это какая-то прелесть прекрасная. Упаковка парфюма, как упаковка краски для стен. Это так чудесно. И здесь прямо написано «30 мл производитель, адрес». Они находятся в Москве. По всем вопросам. «Ном-камо.студио». «Собачка ном-камо». Состав написан. Декларация написана. Срок годности. Ну, на самом деле, срок годности парфюма – это такая... Значит, мне прислали вот 30 мл. Это как бы полноразмер. И ещё совершенно очаровательный набор миниатюрок. Прекрасно. Я вскрыла, значит, эту штуку. Не знаю, смогу ли я вскрыть её сейчас, поскольку это достаточно тяжело. Надо взять пассатижи. Пойду за пассатижами. Пассатижи не нашла, нашла отвертку. Вскроем отверткой эту прекрасную банку. Притом я её уже, естественно, открывала и всё это уже разглядывала. Но закрывается она. Я смогла. Та-дам! Смотрите, какая прелесть. То есть вот эти вот кукурузинки были в коробке. Кто знает, у них, наверное, есть какое-то официальное название, типа «Люверс» или какие-нибудь там «Мурмуризм». И там лежит вот такая вот штучка. Я очень люблю лаконичные упаковки парфюмов. Именно этот называется «Game, set and match». На сайте, опять же, я ознакомилась с, так сказать, мыслью. И, в принципе, эта мысль отражена на упаковке. То есть это корт, это теннисные мячики, это запах свежепокошной травы, это лето, это игра, это траля-ля. Здесь еще есть вот такая вот штучка, и на ней написано. Внутри упаковки вас ждет не простой наполнитель, а экологичный. Эти маленькие палочки и шарики производятся исключительно из растительных материалов, а в его основе кукуруза. Кукуруза? Ну, учитывая, что я уже полтора месяца сижу на жесткой диете, это достаточно вкусно. Так вот, просто выкинуть в мусорное ведро, траля-ля. Можно компостировать, безопасный. А еще можно растворить в теплой воде, чем, собственно говоря, с Анфисой мы и занимались. А еще можно сдать данную упаковку и тару в студии Нам Камо и получить скидку 10% на следующий заказ. Опять же, очаровательно. Это, знаете, какой-то вайп лаш, да, я так понимаю. У них же тоже все было вот в этих кукурузинках, и все экологично, и можно было сдавать тару. Мне нравится, когда, знаете, не повторение все-таки, а какое-то заимствование идеи, идея хорошая. Вот таких банок совершенно очаровательно. Это слово дня будет, потому что я не могу остановиться. Эта обложка была создана с помощью ресурсов freepeak.com. Чудесно, просто. Мне прямо нравится ее в руках, теребить. Ладно, перейдем к самому аромату. Он есть, кажется, и вот здесь, поэтому и там есть... Давайте, в общем-то, у меня прыгают мысли. Я возбуждена. Крайне редко это со мной бывает. Насладитесь пока тем, как выглядят, значит, вот эти вот 30 миллилитров. И так как они есть здесь же, я буду распылять вот отсюда, и там еще есть описание аромата, которое я хочу, собственно говоря, прочитать. Чудесно. Маленький, аккуратненький, ничего лишнего. И упаковка тоже очень... Прям супер класс. Мне нравится. Пусть это все стоит вот тут. А я пока открою не менее очаровательный набор сэмплов. Здесь лежат бумажки, которые описывают каждый из ароматов. Тут все нормально со спреями. И здесь описание, собственно говоря, и куркоды. Можешь перейти и заказать сразу аромат, который тебе понравился. Начнем мы, собственно говоря, как раз с полноразмера. Game set and match. Лайм, зеленая трава, арбуз и мускус. Зеленый, озоновый, интенсивность 3 из 5. И вот куркод, чтобы купить его онлайн. Я взяла... Тут его еще найти надо. Тут его еще... Вот он. Вот он. Я беру бумажку. Я уже носила этот аромат. Когда его выдыхаешь сразу, это аромат арбузной жвачки. Достаточно приятный. Такой очень ненавязчивый. Приятный аромат арбузной жвачки с небольшими нотами такого... Какой-то лаймовой мяты. И... Он... Как бы это описать? Он ненатуральный, но он очень приятный. Как будто я зашла и оказалась в каком-то барби домике. И вот сижу в этой барби лужайке. На мне вот это вот, как у барби, был такой козырек без кепки. Я не знаю, как это называется и для чего он нужен. Ну, в общем, типа башка у тебя под солнцем, а тут какая-то непонятная ерунда, что просто было ничего не видно. И я такая вся в пластиковых туфельках сижу, и там Кен где-то ходит в этих трусах, в облипочку на своей вот этой вот плоскости. И, значит, я отдыхаю, и вот это вот всё ощущаю такое ненатуральное, но приятное. То есть считывается свежая трава, в принципе, считывается лайм, считывается арбуз. И вдруг, почему-то появляется аромат арбузного айкоса. Вы знаете, как пахнет арбузный айкос? Вот, знаете, кто не понял, тот поймёт. И ты такая, ага, мы вроде в кукольном доме, кто курит арбузный айкос, а там наверху уже повзрослевшая твоя хозяйка стоит, дымит, пока мотуха не видит. Но он потом проходит. То есть я так понимаю, что это мускус на меня так действует. И этот мускус, он потом уходит, он ненадолго задерживается, и ты опять отдыхаешь на этой пластиковой лужайке. И выдыхаешь приятные вот эти вот ароматы. Он ненавязчивый, он достаточно приятный, он летний, он не вот этот вот освежитель воздуха, как вот я не люблю вот этот летний бриз. Приятный, хороший, добротный, хорошо скроенный аромат. Идём дальше, что уж тут говорить. Дальше мы возьмём аромат, который я все по одному разу там что-то нюхнула, но в принципе впечатлений у меня, да, чуть-чуть есть, чуть-чуть будут свеженькие. Кофе-маньяк. Кофе, кокос, ваниль, амбра, карамель. Гурманский, интенсивность 3 из 5. Да, кстати, про стойкость. Он очень ненавязчивый, по крайней мере, вот, да, вот этот вот гейм, что там, set and match. Ненавязчивый, но его ощущаешь на себе при близком контакте. На ткани остаётся достаточно долго, меня всё устраивает. Прям вот приятно. И какой-то мягкая ванилька такая есть. Чудно. Ладно, идём дальше, потому что я задержусь и ничего не расскажу вам про кофейного маньяка. Как бы это всё мне так убрать? А, вот. Чтобы не смешивать запахи. Я не люблю кофе. И я не встречала ни одного аромата кофе в парфюмерии, который бы меня удовлетворил. И аромата шоколада. Мне всё напоминает пластик, мне всё напоминает что-то такое вот... Какой-то грязь. То есть я чувствую запах грязи. Даже у моей любимой инкарной есть аромат гелла, где там что-то и кофе, и шоколад. И я чувствую только, как будто это гелла ноги не мыло месяц. Понимаете? Вот насколько я вот люблю инкарму, но гелла это прям не моё. Здесь я тоже чувствую вот этот вот горький земляной аромат, но он наименее раздражающий из всех, что я обоняла. Это надо учесть, да, что я просто не люблю кофейные ароматы. Ну, это не моя стезя, но Анфиске моей очень понравилось. Она сказала, что пахнет горячим шоколадом, пахнет кофе, очень приятно, как в булочной в кофейне. То есть вот ты заходишь, это действительно такой, знаете, вот это можно распылять в булочной, чтобы люди больше хотели купить кофе. Вот, ну, понимаете, да, о чём я? То есть там они распыляют такие ароматы, чтобы слюна выделялась. И вот это действительно аромат в кофейне. Для меня он больше всё-таки интерьерный, на себе я носить бы не смогла. Но, опять же, это, знаете, в моём личном рейтинге дорогого стоит кофе, от которого мне прям не противно. Это первое место из кофейных ароматов для меня. Идём дальше. Black Magic. Чёрный перец, кожа, почули, дым и смола. Амбровый, древесный, пряный. Интенсивность 4 из 5. Описано всё, как я люблю. Посмотрим, случится ли. Я его не помню, честно говоря. Так, Black Magic. Ты где? Клинский. Вот ты где. Иди ко мне сюда. После кофе, конечно, тяжеловато будет перебить мне нос. Этот тип ароматов, которые я очень люблю, но они не всеми воспринимаемы, скажем так. Моя маменька бы стала проветривать немедленно. Здесь прям чувствуется натуральная толстая кожа. Здесь есть дым. Здесь есть смола. Короче, всё, что я люблю. Вот прям мой любимый вот этот вот мультик в голове про гигантского дровосека в кожаном плаще на голое тело. И вот он идёт меня соблазнять с букетом пачули и посыпает моё худое обнажённое тело, такое может быть только во сне, чёрным перцем. Чудно. Это прям моё. Я такое люблю. Но это, ну вот, как сказать, не масс-маркет. Вот если вот этот вот с... Вот этот вот с... Господи, как его? С теннисом. Это такое массовое, да? То есть я думаю, что он понравится большинству людей. Кофе, ну, я просто не любитель кофе. А вот это очень нравится мне. Мне здесь не хватает только аромата ели. Но это не для всех. То есть если вы любите, да, если вы на моей волне, если вы любите вот этих огромных мужиков в кожанках, если вы любите запах прям такой кожи, не человеческой, а именно вот кирзовых сапог вот этого вот всего, а там рельсы шпалы, то это, да, это... Я когда-то работала на сериале Троцкий, и там Николай Ходенский всё время ходил в этом кожаном плаще, в этой кожаной, вот, я не знаю, как это называется, шляпа, и кожаных сапогах. И у него были эти усики, эти трусики, боже мой. Вот у меня ассоциация вот это вот, вот такое вот. Всё такое кожаное и волевое. Я, это, взбудилась немножечко даже. Пойдёмте дальше. Чистую салфетку понюхали. И перейдём к Vacation Mood. Ананас, кокос, мускус, персик и цитрусы. Фруктовый, интенсивный, интенсивный 4 из 5. Симпатичные картиночки у всех, мне нравятся. Прям вот удовольствие я получаю. Так, Vacation Mood. Давно я не была нигде. Посмотрим, сможет ли он погрузить меня куда-то. Я бы сказала, что это тоже более, ну для меня лично, более интерьерный аромат. Тут прям вот суть термина в самом названии. Кокосы, ананасы, ванилька. Очень приятный. Я бы хотела свечу с таким запахом. Это аромат какого-то алкогольного коктейля. Я сижу в Турции и пью какую-нибудь пиноколаду. Знаете, вот это вот молочные, есть такие на кокосовом молоке с ромом. С молибу, с кокосовым. Немножко водочки туда. Но тут водка не чувствуется, естественно. Приятный. Или знаете, что я бы хотела? Крем для тела с таким ароматом. Гель для душа слишком пошла. А вот именно крем для тела, который бы сильно пах, и от меня бы пахло на расстоянии, как от парфюма. Вот это было бы прям супер. Приятный. Абсолютно не освежителя воздуховый. Вот. То есть, когда я говорю, что это интерьерный аромат, я не имею в виду, что это освежитель воздуха вот в этой... Нет, нет. Это приятно. Это, знаете, такое... Хорошо. Итак. Фанфаталь. Нарисована вишня. Если это будет клон Лос Черри, я вижусь, ребят. Вишня, древесина, ликер, миндаль, сахар. Гурманские, ягодные. Интенсивность 4 из 5. Ваши ставки напишите мне, пожалуйста, в комментариях. Будет ли это клон Лос Черри или это будет какое-то новое просто прочтение вишневого аромата? Это не клон Лос Черри совершенно. Не похоже вообще. Чувствуется вишня. Я даже нанесу на себя, хочу посмотреть, как он... Ну, вот здесь у меня опять больше свечи. Вот если бы была свеча или крем для тела, это было бы великолепно. Это вишнёвое варенье, это вишнёвый компот, это вишнёвый сок. Такого вот натуральности вишни здесь я не чувствую. Но это приятно. Это скорее не такой вот, типа, «эта вишенка, иди сюда». А это, ну, вот эта вот вишенка из Чиполина. Помните, такая там была? Или они были сиамские близнецы, вишенки. Да-да-да, у них были бошки сросшиеся, короче. Вот это вот больше ими пахнет. То есть это что-то такое девчачье, летнее, не манящее, не эротичное совершенно. Опять же, не в плохом смысле, а в смысле, что просто направление немножко другое. Тут немножко другие интересы у нас. У нас бошки срослись, как эротика. Крем для тела я бы хотела такой. Или свечу. Неплохо, но вот пока мой любимец, конечно, это вот этот вот кожаный, прекрасный мужик. Une hora secrete. Амбра, бергамот, орхидея и пудра. Цветочный, интенсивность 3 из 5. То есть он должен быть какой-то мягонький. Посмотрим. После, конечно, этой тяжелой артиллерии, тяжеловато, я думаю, будет не употреблять. Тавтологические слова, если есть такое вообще. Короче, ладно, все. Я хочу нанести на себя, но не знаю куда. Вот сюда. Это то, чего я хотела получить от корейского парфюма, когда я его покупала. Кисловатая нота, я не знаю чего. То есть какая-то цветочная кисловатая нота. И вот это вот приятная пудровость. Приятная мускусность. Близкая к телу, но не слишком сладкая. Здесь не приторно. Тут наоборот. Такой кисленький, приятный, близкий к телу аромат. Так, вот это я на себе носить могу. Это какой-то... Это знаете, если бы Алсу в клипе «Зимний сон» была бы кей-попщицей. То есть она была бы вся в розовом и вот с этими вот бантами... Бантами, правильно, и шарфами. То есть она была бы немножко более современная, такая вся розовенькая и немножко менее бежевая. То есть это не бежевые, это розовые. Для гор розовый... Розовая замша. Пинксвейт, по-моему, назывался у Арифлейм или у Эйвен в моем детстве аромат. И он мне очень нравился. Вот это нечто похожее. То есть это какая-то приятная розовая замша. Она не нудная. Это не те вот эти вот бежевые бабы, которых я не очень люблю, которые все... Я не могу лабачить, иначе у меня будут морщины. Это приятная, хохотушка девчонка, розовенькая и достаточно такая манящая к поцелуям за уши. Мне нравится. Вот это парфюм для меня. Прям вот могу носить, да, да. И последнее, что у нас осталось, я оставила его напоследок, хотя фиг знает почему. Он называется Clean Skin. Серая амбра, белый мускус. Амбровый, интенсивность 3 из 5. Ну, всем понятно, что это замена молекули. Всем понятно, что я люблю замены молекули, потому что молекула уже давно не та. Даже попробую нанести ее на салфетку, вдруг почувствуем аромат ипак. Нет. Так мы аромат не почувствуем. Давайте вот сюда. Ну, все. Это хорошая замена молекули, потому что я сразу не чувствую, я его наносила уже на себя, я сразу не чувствую мерзкую мускусню. Ее здесь нет, шершавости нет. Этот аромат, я считаю, надо вкладывать в... То есть, вот покупаешь, например, 30 миллилитров, и тебе в подарок дают вот это, чтобы ты могла наслоить и еще добавить, так сказать, прелести. То есть, это как самостоятельный аромат. Ну, я ношу, я люблю, но также я очень люблю добавлять и наслаивать. Это, знаете, такая безопасная игра, которая не испортит, потому что есть куча парфюмерных компаний, которые говорят, берите любой наш парфюм, вообще там вишню, грибы, не знаю, там что там, морской бриз, смешайте все, все вообще можно смешивать. Будет вот так, половинь сахар, половинь мед, вкусно будет. Все мужики в восторге. Нет. Это так не работает. А вот это такая безопасная парфюмерная игра, которая... в которую вы всегда выиграете, в отличие от Тетриса, да? Вы же знаете, что в Тетрис можно только проиграть? Нет, никакой шуршавости, это очень хорошо. Я его не ощущаю, надо еще, знаете, разносить на себе вообще без всего, потому что, ну, все-таки в такой какафонии, да, ароматов тут уже трудновато, но я умею прям различать вот эту шуршавость. За секунду я ее чувствую, и, знаете, как перегар, вот я на площадку, если на работу выхожу, и кто-то с перегаром со вчерашним, я учу за километр. Вот так же, как шуршавый мускус я чувствую за километр. Нет, его нет, и это прекрасно. Итак, ну, очаровательно, ну, прекрасно. И, главное, тут все так подобрано хорошо, то есть они идеально сюда встают, эти бумажки. Мне прям нравится. И вот этот встает, и все объяснено, и на сайт-то ты можешь выйти, и все-то ты можешь сделать, и штучка-то эта закрывается со щелчком. Ну, прям чудненько выглядит, но очень мне нравится. Выводы. Мне больше всего понравился, естественно, с вот этим вот Вуду, или как он там называется, сейчас посмотрю. Вот, Black Magic, это мой фаворит. Clean Skin, это как бы, да, дополняет образ. Вот это вот секрет, что-то там, который с орхидеей, да, достаточно приятный. Вот эта арбузная история приятная, но почему-то вот этот шуршавый какой-то мускус, вот этот айкосный, меня немножечко, минут на 10 смущает. Так, ну, в принципе, это такая тоже носибельная свежая история. Кофе, вишня и вот этот вот Vacation Mood, крем для тела идеально. Или свечи, идеально. Или какой-нибудь, знаете, вот как я страдаю уже до сих пор, не нашла замену маслам для душа от Aromatherapy Associates. Вот сделали бы масла для душа, ты капаешь их, и несколько капель в ванну, и там лежишь. Вот идеально. То есть это какая-то вот, хочется это, знаете, этот аромат разносить по себе. А вот это прям... И сейчас он так подуспокоился, подуселся. Дебритенький, кожаный мужичок. Очень, очень мне нравится. Оставлю вам ссылки внизу. Не забудьте, пожалуйста, подписаться на мой Телеграм. И, в общем, все-все-все ссылки на вот эту вот компанию, да, я оставлю. У них, кстати, есть магазин на хлебозаводе в Москве, я так поняла. Чудненько. Спасибо за то, что прислали. Я надеюсь, мой обзор не оттолкнет, он, наоборот, привлечет к вам новую территорию. Ой, территорию. Новую территорию, это мы любим. Новую аудиторию. И мне было приятно познакомиться. Спасибо огромное за такую возможность. Честно говоря, ни разу не слышала даже названия такого. Хотя, в принципе, я вот люблю нашу русскую какую-то, да, нишевую парфюмерию. Но как-то вот мне это название ни разу не попадалось. И очень жаль. То есть, надо прям... Пойдите, посмотрите. Интересно. Можно заказать, кстати, такой же набор сэмплов. Он достаточно бюджетный. У вас будут все ей возможности выбрать. Но вот из-за этой упаковки, конечно, стоит заказать и полный размер. Не болейте, пожалуйста. Просто будьте здоровы и мойте руки с мылом, потому что иначе у вас заболят животики. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok